В три сосуда набито по целому числу литров воды. В любой сосуд разрешено перелить столько литров воды, сколько в нем уже содержится. Из любого сосуда, ну и там, кажется, сколько у них есть. Докажите, что несколькими такими переливаниями можно освободить хотя бы один из сосудов. Сосуды достаточно велики. И любой из них может вместить всю имеющуюся воду. Давайте я возьму такой пример. Как в одном сосуде один литр, в другом три, и еще в одном семь. Скажите, пожалуйста, кто умеет освобождать какой-нибудь сосуд? Можете? Один, три, семь. А вместимость какая? Любая. Миллион. Написано, что любой сосуд, да, просто. Два, два, семь, потом четыре, ноль, семь. Так, секунду. Два, два, семь. Четыре, ноль, семь. А что, пометы? Так. Назовите какие-нибудь свои числа. Три, четыре, восемь. Три, четыре, восемь. Отлично. Кто сможет здесь освободить какой-нибудь сосуд? Три, четыре, восемь. Кто может освободить какой-нибудь сосуд? Шесть, один, восемь. Шесть, два, семь. Шесть, два, семь можно. Шесть, четыре, пять? Шесть, четыре, пять тоже можно. Один, четыре, десять? Да. Два, четыре, девять? 2, 4, 9, да. 4, 4, 7. Я понял. 4, 4, 7, и дальше будет 8, 0, 7. Отлично. Существует. В принципе, получается. Почему получается, непонятно. Если есть два одинаковых. Конечно. Если удалось набрать два одинаковых, то задачу решили. Соответственно, мы можем считать совершенно равными. Что-что? Соответственно, мы можем считать всех равными. Конечно. Ну, задача послушаем. Спасибо, что вы. Эта задача имеет отношение к алгоритму Евгалитарии. Комментарии. И... Ну, к алгоритму Евгалитарии более-менее понятно, что она имеет отношение. А вот следующий будет кетишок. Имеет отношение к двоичной системе счастлива. А вот дальше кинетив. У нас везде сосуды с чёрным количеством литров можно поделить на два всё. Ну, конечно. Где-то нечётное число должно быть. Конечно. Только одно. Только одно. Или три. А потому что... Ну, или три, да. То есть, если их два... Если их два, я могу слить, потому что одно из них меньше. Да. Я могу только слить, и другая не стала нечётной. И всё. Поэтому у нас... Можно считать, что один сосуд нечётный и два чётных. Хорошо. А вот с этой ситуацией уже ничего не делаешь. Один нечётный и два чётных. Нам нужен какой-то алгоритм, как добиваться, чтобы один из сосудов стал бухтой. Делаем два динарных сосуда. Отлично. А как этого добиться? Непонятно. Мы берем самый большой сосуд и до изнеможения переливаем его маленький. А потом наоборот. Наименьший из тел. Слушайте, в эти дни это дети какие-нибудь большие, небольшие сосуды, а я прям у всех как-то занимаюсь. 17. 17, отлично. Следующее число. 2043. 17, 2043. 999 тысяч, 999. Ну надо уже больше. 999 тысяч, 999. Извини, это слишком большое. 18 тысяч, 8. 11 тысяч? 999. Сколько? 8. А нельзя, потому что два нечетных. Так, вот. 2043. Без раэль. Задача правда интересна. Я сейчас буду, это действительно достаточно произвольные числа, поэтому я спокойно могу на их примере все рассказать. Во-первых, их в порядке. Маленькое побольше, побольше. Делю состатка 2043 на 17. Ну, извините, это надо сделать на настоящее. Здесь мне действительно надо это сделать. Минус 34. Что у меня получилось? У меня получилось в ответ 120. И три восстанта. Правильно? Да. Пишу 2043. Э, три. Тот самый остаток. Плюс. А вот дальше, ребят, я не напишу 7 умножить на 120. А число 120... А число 120... Семнадцать. 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 Я напишу, вот здесь 120, в двоичной системе числений. В двоичной системе числений. Это у нас 64. Так, сколько там осталось? 32. 32. Это уже 96. Да? И 4. 16. И сколько еще? Восемь. И восемь. И нули. Восемь еще? Да. Начинаем. Давайте проверять. 40 и 80. Отлично. Мне важно, что это степени бойки. Сейчас я уже готов идти к заслугу. Значит, ребята, смотрите. Я хочу сейчас из числа 2043 столько, чтобы там осталось только три. Рассказываю, как это будет делаться. Поскольку здесь у меня единички нет, двойки нет, четверки нет, то я вынужден делать следующее. Я пишу здесь 34, здесь 2043, а здесь уменьшаю на 17. Это будет 10900, поверьте, не знаю, 90-1. Да. 991. Отлично. Опять-таки, у меня нет, здесь вот единички нет, двойки у меня нет. Поэтому я сейчас здесь пишу 68, здесь по-прежнему пишу 2043, здесь почитаю 34. Это 10957. Но у меня и четверки нет, поэтому я здесь пишу 136, здесь 2043, здесь уменьшаю на 68. То есть на самом деле 1088, то есть на самом деле 10889. Так вот сейчас я уже заберу 136 отсюда, и потом я заберу еще раз, еще раз и еще раз. И в результате, господа, и в результате, господа, у меня, смотрите, я заберу вот столько, потом столько, потом столько, потом столько, и останется у меня три. Можно я не буду это расписывать? Можно я не буду это расписывать? У меня здесь останется 3. А сюда у меня перекинется это самое число 2040. Значит, у меня останется 2176. Идея понятная? Вот, произошло счастье, а именно, у меня наименьший сосуд уменьшится. Надеюсь, все понимают, что я делаю дальше. Я беспокойно переупорядочу. Здесь пишу 3, здесь 2176, здесь 1088. Разделю с остатком 2176 на 3. Замечательно, придется делить. 2176 делю на 3. Здесь будет 7, дальше 2 и 5. И в остатке будет 1. После этого я 725 запишу в двоичной системе счастлива. Поняли идея? И дальше я опять буду вот так вот брать. Тогда, когда нет единичек, я беру из большого сосуда. Тогда, когда есть единички, я беру из этого. И в результате, после нескольких операций, я здесь получу единичку. Ну, а здесь какие-то количества. И после этого я меньшее из этих чисел запишу в двоичной системе счисления. И все. Че-нибудь поняли? Да. Ну, я боюсь, что многие не поняли. Значит, ребята, задача правда потрясающая. Оказывается, что это как бы и алгоритм Евглида, вот это деление состава. Но надо не просто разделить состав, а надо разделить состав и при этом неполное частное записать в двоичной системе. И вот только тогда получится решение. Спасибо.